Доброе утро! Была у меня знакомая московская журналистка, которая мне когда-то нравилась, как журналистка. Было это давно, и теперь она мне, как журналистка, не нравится. Но осталась у меня от нее одна фраза, и я ее фразу люблю до сих пор. Фраза эта звучит так. Качество любой системы характеризует не ее ошибки, а реакция системы на ошибки. Любая система, в том числе система нашей психики, семейная система, школьная система, образовательная система, рано или поздно совершает ошибки. Ошибки совершают психологи, врачи, родители и дети. Это неизбежно. И главное не это, главное, как система реагирует на свои ошибки. Должна реагировать хорошо, но так бывает не всегда. Буквально на днях у меня была на консультации женщина, у которой сын-подросток совершил достаточно серьезный поведенческий проступок. Не смертельный, но серьезный. И она сказала, что, к сожалению, не может его наказать, потому что у него на следующий день день рождения. А как известно, к сожалению, день рождения только раз в году, и она никак не может испортить сыну этот праздник. Любые мои попытки вразумить женщину натыкались на стену непонимания. Мол, ничего страшного, я его потом накажу. Во-первых, не накажет. А во-вторых, живые организмы очень плохо реагируют, когда между проступком и наказанием проходит большое время. Мозг не может автоматически связать одно с другим. Мозг мальчика запомнит, что ошибки совершать можно. Главное, чтобы маме потом было жалко его наказывать. И рано или поздно, маме будет уже поздно его наказывать. С другой стороны, сотни и сотни очень приличных, очень успешных, очень порядочных людей рассказывали мне, что в подростковом возрасте совершали достаточно серьезные проступки, и что они до сих пор с ужасом вспоминают, какую ужасную реакцию это вызвало в их семье. Они это помнят десятилетиями и не повторяют. А к чему это я? А к тому, что любой подросток может совершить ошибку в своем поведении. Это не страшно. Страшно, если ошибку совершите вы, адекватно не отреагировав вовремя на ошибки своих детей, просто потому, что вы устали, потому, что вам некогда, потому, что пусть муж это делает или жена, или потому, что у него именно сегодня день рождения. День рождения раз в году при хорошем поведении, при плохом поведении день рождения раз в два года. С добрым утром!